Итак, заключительный выпуск наших интересных историй о перебежчиках в Закубане и в Черноморье. Мы говорили про адыгскую знать, теперь поговорим о низших сословиях адыгов-черкесов, которые переходили на правую сторону Кубани. Друзья, мы с вами уже неоднократно говорили о тех сложных социальных, политических, религиозных, экономических трансформациях, которые имели место на Северо-Западном Кавказе в первой половине XIX века. Это был процесс среди адыгов острого социального противостояния, имущественного и социального расслоения, увеличивалось расстояние между богатыми и бедными. И вот бедные, незащищенные слои адыгского общества, они больше всех страдали от тех пагубных явлений, которые имели место в адыгской среде в начале XIX века. Они страдали от феодальной эксплуатации, от работорговли, их в любой момент могли продать, от закабаления. И для того, чтобы спастись, как-то облегчить свою долю, они бежали на территорию Российской империи, находили там защиту. Их поселяли в специальных районах в Гривенском ауле, в татарском селении ады. И российские власти всячески старались облегчить участие этих людей. Ну и подробнее мы сейчас с вами об этом поговорим. Значительное количество беглых составляли те рабы и крепостные, для которых зависимое состояние было новым. То есть они попадали в рабство или крепостное состояние сравнительно недавно вследствие социальных сдвигов, происходящих в адыгском обществе. То есть это люди, которые родились свободными и их начали закрепощать. У них не было вот этого опыта пребывания в рабстве и в зависимом положении. Поэтому они пытались всячески избавиться от этого состояния. И естественно феодалы, старшины, эти две стороны, которые друг с другом боролись, эти две стороны были заинтересованы в том, чтобы у них были крепостные. Они очень сильно переживали за свое состояние, которое в том числе исчислялось, и вот этими зависимыми категориями населения. И шли на очень несандартные поступки, о которых мы поговорим чуть-чуть ниже. В частности, сын Абадзехского Тфакотля, 14-летний Муса, рассказывал в управлении Черноморской кордонной линией, когда он перебежал реку Кубан. «Семейство, в котором я получил существование и воспитание, пользовалось сперва правами свободы. Потом было разграблено, поробщено и распродано в разные руки. Я был куплен турком, жительствующим на реке Шевч. Я жил у него в участи раба около года. Наконец, бесчеловечное обращение его со мной вынудило меня бежать к русским и искать их покровительство». Многие дворяне и старшины сделали своего рода промыслом охоту за членами семей, которые как-то оказались в социально уязвимом положении. Либо глава семейства умер, либо они столкнулись с какими-то проблемами, с голодом и так далее. И вот эти феодалы, они как хищники, хватали этих людей в себе в зависимости. Как в Унаутов, да? Да, да. Ну, либо в Пшитли сначала, либо в Унаутов. Потомственно принадлежащие различным категориям владельцев крепостные рабы бежали в Россию из-за боязни быть проданными в рабство Османской империи. Об этом говорят показания беглых адыгов. В частности, обычно звучала следующая жалоба. «Владелец мой хотел жену и детей моих продать как невольников к туркам, и я, дабы не разлучаться с семейством, решался навсегда предаться под покровительство русских». Зависимый христианин не мог найти защиты у общины даже в случае, когда владелец покушался на его жену. Очень красноречивый пример произошел в 1842 году, когда пятеро крепостных богатого шапсукского тфакотля Циока Гакар, Альбий, Гасан, Веситель и Укуль они перебежали на российскую сторону и затем дали следующие показания в управлении Черноморской пардонной линии. Они ушли из-за того, что их владелец был с ними строптив, и они терпели от него жестокие тиранства и притеснения. А затем он начал ходить к их женам и намеревался сделать с ними прелюбодеяние. Заметив его намерение, они, как говорили в своих показаниях, начали просить его этого избегнуть, и по словам их они напоминали ему о религии, о том, что религия это запрещает. Но, тем не менее, владелец был непреклонен, и все больше и больше он приставал к их женам. И у этих крестьян копилась злоба и ненависть, и вскоре представился им случай отомстить своему владельцу. 20 мая Циок приехал на Кош, где находились его стада, и под надзором вот этих крестьян. Произошла ссора, во время которой они, как сами откровенно признали на допросе, пришли в азартность, ну, такое у них было состояние, возможно, аффекта. Они повалили его на землю и закололи кинжалами. И для того, чтобы избегнуть наказания со стороны шапсукской общины, они собрали свои семьи и перешли на сторону России. Да, многие рабы, крепостные крестьяне, порвав с безрадостным прошлым среди адыгов, они переходили на российскую сторону, и в них все-таки оставалась жить обида и ненависть на тех адыгов, которые оставались на левую сторону Кубани. И эти беглецы вступали в российские подразделения, и они принимали участие в боях против адыгов. Они получали большое количество наград, повышения по службе, и верой и правдой служили России. То есть на основе вот этой ненависти, вот этой обиды. Понятно. В российские владения выбегали младшие члены адыгских патриархальных семей. Обычное право адыгов было достаточно суровым. То есть если глава семьи сказал, что так должно быть, значит оно должно было быть так и не как иначе. Никаких апелляций не допускалось. И была достаточно распространенная практика продавать младших членов своих семей в рабство в Османскую империю. И вот эти младшие члены семьи от безысходности, они также решались на бегство в пределы Российской империи для того, чтобы спастись от вот этой нелегкой доли. Так в апреле 1848 года из аула Мизып убежала 16-летняя черкешенка Эзе Гуаш с младшим братом. Причина побега была намерение старшего брата продать ее в Турцию. Это сообщил ей младший брат, который бежал вместе с ней. Также девочка и мальчик слышали от других черкесов, что русские таких продаж женщин братьями не позволяют. И что в России вообще жить лучше, чем в горах. И поэтому они решили совершить побег. То есть это составлено Щербиной на основе архивного документа. Бегство адыгских крепостных рабов в России было ничем иным, как своеобразным проявлением социальной борьбы внутри адыгского общества. Вот это процесс расслоения, закрепощения низших слоев, низших категорий населения. И вот также хочу привести некоторые примеры, которые были найдены мной лично в архиве Краснотарского края, которые также очень по-человечески вызывают эмоции. В частности, я об этом потом еще долго думал. В управлении мирными гурцами штаба войск Кавказской линии Черноморья 31 января 1846 года оно рапортовало Рашпилю, командующему Черноморской кордонной линии, о том, что Шапсукский старшина Сельмент Лев подал главнокомандующему отдельным кавказским корпусом Воронцову прошение о возвращении ему крестьянина Смаила с семейством. Последний бежал в укрепление Кабардинское, которое находилось на Черноморской береговой линии. То есть это были разные административные единицы. Черноморская кордонная линия шла по Кубани, Черноморская береговая по берегу Черного моря. И это опрошение было передано командующему Черноморской береговой линии Бутбергу. И затем Бутберг ответил. Он писал, что Шапсук Смаил Кабаля жил у аула Абин и выбежал из гор в Кабардинское укрепление 22 сентября 1844 года. Вместе со своей женой и двумя дочерьми Анфой и Хабибой. На допросе он рассказал, что в 1843 году он вышел в Абинское укрепление под российскую защиту, спасаясь от притеснений своего хозяина, вот этого Шапсукского старшины. Смаил утверждал, что из-за происков его хозяина в Абинском укреплении ему пообещали, что его отвезут внутрь России. Но когда он вышел за ворота Абинского укрепления, там его ждал его хозяин. То есть как-то, наверное, договорились начальник Абинского укрепления и Шапсукский старшины для того, чтобы вернуть это семейство. Но Смаил сделал другую попытку и он теперь уже бежал в Кабардинское укрепление. И вот этот Селемент Лев, их хозяин этого беглого крепостного семейства, он требовал, чтобы они вернулись, чтобы он даже направил письмо главнокомандующему на Кавказе Воронцову, чтобы ему вернули его крепостных. То есть идет война теоретически, набеги взаимные одной стороны на другую. И вопрос о крепостных был намного острее для этого шапсукского старшины, чем какие-то вопросы взаимоотношений шапсугов и России. Частный интерес оказался превалирующим. Да. И в итоге этот офицер, генерал командующий Черноморской береговой линии, Бутберг, он писал, что Селемент Лев лично ходатайствовал у него о возвращении крестьянина Смаила. Он обращался ко всем уже, ко всем русским начальникам. Вражда была забыта надолго. Главный вопрос у него было о возвращении его крепостного. И начальник береговой линии кратко ответил в своем отчете Рашпилю. Он сказал, на территории Черноморской береговой линии действовало правило, согласно которому подвластные непокорных адыгских владельцев, выбегавшие в российские укрепления, не возвращались прежним владельцам. Начальник Черноморской береговой линии справедливо полагал, что они могли стать жертвой мщения со стороны своих хозяев. И он последовательно отстаивал свою позицию и, подводя итог, он писал Рашпилю, который был за то, чтобы отдать этих крепостных обратно прежнему владельцу. Вашему превосходительству хорошо известно мое мнение о том, что обратная выдача от уземцев, выбегающих к нам с надеждой на защиту, может без всякой явной пользы только ослабить нравственное влияние наших нагорцев. Поэтому считаю излишним распространять свои мысли по этому поводу. Имею честь уведомить вас, милостивый государь, что я со своей стороны никак не могу согласиться на возвращение старшине Сельмену Тлефу его крестьянина с моего семейством, продолжающего пользоваться нашим покровительством уже более года. То есть, человек, он, ну, действительно, это человек, русский генерал, который поступил не только по букве закона, но и по совести. То есть, он мог сказать, да, забирай, тем более, у меня проблем будет меньше. Но он понимал, что в его руках находится судьба не только одного человека, а целого семейства. И он поступил так, как диктовала буква закона. Другая история. 10 июля 1847 года в управлении Черноморской кордонной линии рассказал о себе беглый Абадзех Шума. Из его показаний выяснилось, что он был 12-летним сиротой и проживал в ауле простого Абадзеха, недалеко от Георгиев Афибского укрепления. За два года до побега прежний владелец мальчика продал его Шапсугу Нагаю Жаде. Новый хозяин подвергал его различным наказаниям, плохо обращался с мальчиком, не только он, но и другие окружающие его адыги. Из-за этого Шума решил бежать под покровительство российских властей и не имел удобного, но он не имел удобного случая и вообще не знал, как это сделать. Но в том ауле жил русский пленник Ян Манчурюк, по всей видимости, поляк. Он предложил юному Абадзеху вместе бежать в Георгии Афибское укрепление. То есть это недалеко Афибское. Что они и сделали. Воинский начальник этого укрепления отправил их в Екатеринодарский карантин. Оттуда они были доставлены в управление Черноморской кордонной линии. Шумав изъявил желание остаться в России, принять христианство, быть принятым в казачье сословие и поступить на военную службу. Российские власти предпринимали и на законодательном уровне указы, законы о том, чтобы поддерживать этих людей. В частности, в начале 40-х годов был издан закон о том, чтобы выдавать суточное содержание вот этим беглым. Более того, в 1840 году были изданы правила переселения горцев на дом. Им давались различные льготы и преференции. Выделялись деньги на безвозмездной основе для того, чтобы они переселялись на Дон и там обзаводились хозяйством и жили мирной, спокойной жизнью. И я встречал такие примеры, когда многие горцы переселялись на Дон и обзаводились там. Ну, по сути дела, в казачество. И уходили в казачество. Да, и уходили в казачество. Ну вот, интересно. Да, был же такой проект действительно на Дон переселения, как вариант, да, при выселении горцев с территории, да, в конце войны. В том числе обсуждался вопрос переселения на Дон, потому что огромное количество людей, да, не понимали, что надо как-то расселять. Наверное, отсюда. Ну и подводя, наверное, итог всему нашему циклу, хочется сказать, что на подобных примерах из жизни мы попытались вам показать всю противоречивость тех исторических процессов, которые происходили на северо-западном Кавказе. Поверьте, очень сложно простым языком объяснить, попытаться объяснить те сложные социальные процессы, которые происходили и в России, и среди адыгов. Я думаю, эти истории найдут отклик в ваших душах, и мы готовы также принять участие в обсуждении и ответить на ваши вопросы. В поддержку скажу, что действительно история речь не черно-белая, как правило, это серый с огромным количеством оттенков, это судьба огромного количества людей, да, история строится на этой, и поэтому вот данный пример, как раз показывает то, что и Афгазская война, и тот период 19 века был достаточно сложным и неоднозначным, да, нельзя как-то вот определить, как, нельзя всю массу людей с той и другой стороны определять, как действующую, как одно целое, да, то есть, одинаково, и никак иначе. Возвращаясь к самому началу нашего разговора, я говорил в самом начале о том, что ни Россия, ни адыги не были ни хорошими, ни плохими, они были такими, и другими быть они не могли. Спасибо, Никита, за очень интересный рассказ, за лекцию, и, я думаю, что мы еще не раз встретимся и расскажем много новых интересных историй, а пока предлагаю обсудить данный материал, и подумать, возможно, какие-то задать вопросы, да, которые у вас возникнут по этим роликам, мы с удовольствием на них ответим. Все. На этом все. Всем пока. Пока.